здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала в этом видео мы прогуляемся с вами по пражской барахолки пражский блошиный рынок это самый большой блошиный рынок во всей чехии и чего тут только нет и продаются старые вещи и можно купить и что-то новое одежду также продают продукты сюда я приезжаю например чтобы купить сушки баранки гречневую кашу каменную соль но в общем все к чему мы привыкли что не продается в обычных супермаркет я от некоторых блогеров слышала что пражский рынок блошиный не очень хороший что и выбор маленький и цены дорогие но есть небольшая тонкость так как прага туристический город и здесь очень много в центре антикварных магазинов и естественно они пополняются в том числе с пражского блошиного рынка то чтобы найти что-то интересное надо приехать рано утром иногда владельцы антикварных магазинов приезжают когда еще темно они просто с фонариками вводят и смотрят что выкладывают продавцы поэтому не могу сказать что совсем прям такой плохой плохой блошиный рынок надо приехать утром надо рыться в коробках и обязательно что-нибудь интересное вам попадется а мне в этот раз на блошином рынке попались очень интересные тарелки я в конце видео вам их покажу и если вы может быть где-то видели встречали может быть кто-то из зрителей моего канала разбирается антикварных винтажных вещах то подскажите в комментариях потому что найти какую-либо информацию об этих тарелках я к сожалению не смогла ну что же отправляемся на прогулку и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Мои находки на пражской барахолке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Но мне не удалось! И видно, что это тарелки и видно, что это тарелки, потому что, если посмотреть поближе, то это все ручная роспись. Тарелки и святый, что это тарелки, то это тарелки и тарелки, то эти фарфорты Bike, тот следуетไมament, что это тарелки, то это так и другие цветы. Вот такие очень интересные покупки. Привет из Советского Союза. И следующая моя покупка, это вот такая чашечка. Видно, что она старенькая. Если посмотреть внутрь, то видны темные точки. То есть это такие дефекты при производстве. Очень нежный, красивый рисунок. Расписана она, насколько я понимаю, вручную. Ну а кто сделал эту чашку? Их было несколько, но я купила только одну, потому что все остальные были уже с дефектами. Или треснутые, или надколотые. И я не стала их покупать. Все, что мне удалось найти, вот такой знак принадлежал немецкой фирме. Сейчас я посмотрю в подсказку и прочитаю. Шарлоттен Брун, Германия Силезия. Фирма была основана в середине XIX века Йозефом Шахталом. И, в общем-то, она просуществовала до первой половины 20-го столетия. В 1920 году фабрика закрылась. Но то, что я нашла об этой фабрике, что она в основном производила трубы из фарфора. На ebay я видела этой фирмы чашку. Но на самом деле знак это немецкого производителя. Или это означает что-то другое. То, что чашечка старенькая. Это все понятно. Если на просвет посмотреть, то дно ее прозрачно. Скорее всего, это даже костяной фарфор. Вот такое блюдечко. И тоже такой же загадочный знак на блюдце. Но она мне очень понравилась. И по дизайну тоже этой чашечки видно, что это, ну, по крайней мере, первая половина 20-го столетия. Ой, она легкая, прям невесомая. Еще я купила вот такое блюдечко. Посмотрите, какой нежный рисунок. Только из-за этих цветочков, в общем-то, я блюдце и купила. Потому что вероятность найти чашку к блюдцу, ну, фактически приближается к нулю. Фирма Розенталь. Это ручная роспись. И такие нежные-нежные цветочки. Я иногда блюдце использую для того, чтобы что-то положить. Ну, какую-то мелочевку. Все приятнее, чем в бездушную пластиковую тару. И еще две находки. Это такие чашечки. Одна и вторая. Это Ленинградский фарфоровый завод. Я вот не знаю, цена указана за чайную пару, то есть за чашку с блюдцем. Если да, то, в принципе, достаточно дорогая посуда по тем временам. Вот на этой чашке написано «С Новым годом». Я подумала, что из нее можно пить чай на Новый год. А вот на этой чашечке, она, кстати, легче, чем предыдущая, написано, что на тебе написано «Поздравляю!» Можно пить из нее на день рождения. Цена 4 рубля 60 копеек. А это 3 рубля 30 копеек. Но второй сорт. Причем еще это и не первый сорт чашечка. Ну и видно, внутри тоже такие точки. Кстати, я достаточно часто стала встречать на посуде у меня сервиз Ленинградского фарфорового завода. И я когда стала мыть, через какое-то время тоже появились такие темные точки. Ну, в общем-то, и все. Вот такие у меня были покупки. В этот раз на Блошином рынке. Пишите в комментариях, какая вам посуда понравилась. Дайте знать, если вам вообще понравилось видео. Ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего вам наилучшего. Всем пока.